всем привет друзья воскресенье у нас алёша день рождения сумасшедший день к 12 гостей пригласили но сейчас уже пол двенадцатого мы не у шубы рукав поэтому гостей перенесли на четыре но зато уже много чего сделали и пропылесосили и сыр адыгейский я сделал он у меня стоял надо было срочно делать на завтра и вот у меня работники сидят стряпают пельмени тесто завели с утра короче говоря столько дел переделали но все равно не успели салат не успели делать вот внутри молодец умеет встряпать пельмени вот так вот а дед успел с фадеем с фадеем съездить колеса отбалансировать да на балансировку что-то дорого берут 130 рублей за колесо но сделал в общем еще за грузики там горит заплатил в общем около тысячи вышло такие вот у нас цены хотя и даже не переобули его то есть самому сейчас как колеса насаживать будут с это с фадеем опять же ладно все мы поехали сейчас в срочном порядке в магазин сейчас бабушка наказ сделает и едем магазин так ну вот все поехали фадея с нами поехал дальше путешествовать ну вывод какой короче говоря не приглашать никогда гостей к 12 это нереально в нашей семье когда еще какие-то побочные дела все время возникают вообще нереально поэтому это надо запомнить на будущее никогда так больше не балуйся потому что мы с бабушка все нервы сожгли за утро так торопились так бегали ну вот а вот это вот имени кому сегодня 42 года с днем рождения те все поздравляю всем спасибо за поздравление вчера начали поздравлять на стриме сегодня продолжают вот так что а все что ли 42 это еще не не 100 36 ладно у меня же голова кругом уже идет и так вчера пришлось поздно считай лично и толком и не выспались и и вот такая беготня с самого утра просто кошмар кто-то звонит сейчас посмотрим так ну все едем мы обратно вот тут стоим на перекрестке сейчас в общем сначала за продуктами заезжали тортики взяли две штучки и там по мелочи хлеб да всякую ерунду такой калфетки на кухню взяла вот потом заезжали на привоз комбикорма купили и купила я вот такую штуку называется шпатлевка замазка по монтажной пене сроду не знала что мы кажется есть специальная шпатлевка по монтажной пене оказывается есть так что одна объяснила для чего мне то бы дали обычную шпатлевку сейчас вот специализированная лёша будет заделывать окна чтобы больше не крошились потому что мне наверно сообщение 10 написали подписчики что надо замазать это все что больше не крошилось вот такие вот дела что еще что еще там магазин обокрали в какой четверг какой цветочный цветочный магазин обокрали цветы украли что деньги были деньги у нас полиция приходила камера смотрела уехал до туда бежал а убежал даже как то есть пешком кто-то был вошли уже по камерам нашли что он убежал за школу за школу бежал что-то дальше ну лицо то хоть ты увидели нет тут ночью обворовывает а он что угрожал продавцу да они круглосуточный работают но они же круглосуточный значит угрожал продавцу на ему деньги выложены чутка не бывает такие дела ну ладно сейчас еще заедем за газетками и надо мне в светофор зайти колбаску купить для салата зимнего чтобы была вареная колбаса и светофора в этот фермер парк его все время светофор потому что они у нас сроченный вот этот магазин светофор левая дверь а правая фермер парк когда я говорю светофор вы не думайте что в своем светофоре само светофоре я не беру колбасы там плохие колбасы нет так ну и все и в общем и все больше нам ничего не надо а орехи грецкие а вот грецкий орех я в светофоре возьму в тот раз взяла свежий такой хороший орех это именно самом светофоре и недорогой по полкило пачки так это лена бабушка заказала торта то что там надо нет свечки 42 штуки нет без свечек обойдемся цифры у нас тоже не до 42 у нас по моему цифра 6 еще что-то я до сих пор спать хочу не могу никак проснуться ну ладно пошли в общем так приехали мы полные руки еще снимаю а это вот эти железяки до грузики то называются вот эти вот железяки да на колесах балансировку я думаю что за грузики ставят да ты чё обшивка отлетела вот она и брякала у тебя все время но понятно развлекаешься значит ладно смотри попой точно во сколько этих железя кто наделали это я сальцу купила матвея он любит такое все корма есть все есть фух зато денег теперь больше нет да да байкал да хороший пацан давай поснимай салатик сделали маринады поставили вишневая настойка утром и уроки но я кстати что мы хочу всем сказать сегодня пельмени стряпала один матвей да сегодня матвей стряпал вот молодец вот молодец один и паша тоже у нас мы с молодостью не комментируем его есть чем заняться в каникулах а хочу у вас есть морозил парально я говорю на всю четверть настряпал что у нас пусть давит колобки так вы посмотрите как красиво стряпает женщина не любая так выглядит хороший настряпал аккуратные все одинаковые ровненькие молодец молодец надо идти работать поваром они погибли надо привлекать молодец 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 вот я не думала что он так будет хорошо стряпать он сел стряпать у него все мясо наружу и мы его выгнали да ну не надо ну пусть наружу ага когда мы торопились и без памяти нам скорее настряпать надо было потом мы поняли что уже ничего не поможет в 12 решили отменять вот оно что значит фадейка виноват да не знаю никто не именно вообще молодец вот я не думала что он так будет хорошо стряпать но так быстро я за ним еле успевала кота вот иди Фадеечку иди туда я уже подъезжу подъезжу там Матвейка сидит ну ты вот здесь вот будешь Матвей Фадейка давай я это самое в покажении папочи моя золотая это разложи все я тоже 5 грамоты принес за учебу выкатить вообще весь то можно выникать книжку а пусть они едят не торопитесь пусть едят дихие плафель всем я же целую доску пожаловать что это Фиме или Фиме Я ему варила уже, застряпались с Матвейкой, я скорее вон Матвей поставил, сварила ее. Матвей, нормально сварились или нет? Ты проверил внутри все? А что они не сварятся? У меня дома с капустой такие, они не вкусные. Ну сейчас поедим так к вам поедем. Ну ладно. Что думаете? Фима, подожди, он запечатанный. Вот, именинника поснимаем. Скажи что-нибудь именинник. Очень вкусно. Еще бы не вкусно. Еще одну досочку мне сюда. Сейчас деда пойдем разбудим и будем с ним еще доедать эти пельмешки. Ну вот, друзья, все. Гости у нас уехали. Дед пошелся с баню затопил. Будем сегодня в бане мыться еще. Вот. Я покажу вам, да, какую я сегодня скатерочку купила. Ну, не скатерочку, а вот эти штуки, которые в светофоре продают. По 80 с чем-то рублей они одинаковые купили. Уж больно мне расцветка понравилась. Поэтому вам показываю, вдруг вам тоже понравится. Вот такая вот расцветочка. И она подошла вот на эту нашу аляпистую скатерть. Я не знаю откуда, но она давно в шкафу лежит. Но уж больно яркая, я ее не любила использовать, кроме как на праздничный стол стелили. А тут думаю, что лежит, надо использовать. А сегодня вот такие вот на лисничке купила. Вот такая красота. Тортик бабушку не доела. Солонину тоже сейчас сложу. Лечи хорошо съели. Что-то эти с куркумой сказали. Островатые для них. В общем, вот так вот. Салатик тоже почти весь доели. Сейчас все это доубираю. Ну, это вот у меня остатки. И буду торт доделывать. Я, в общем, испекла уже корж. Он у меня остывает. Стоит. Вот. Крем сбила. Тоже в холодильнике. Сейчас буду собирать тортик. Это Алюша на работу. На завтра. Вот. Надо успеть. Потому что скоро корове. Вот такие вот дела у нас. Сейчас стирку еще запустила. Кое-что школьное собрала. Думаю, пока второй тариф постираю сегодня. Вот. Так что день рождения отметили. В принципе, хорошо. Весело посидели. Посмеялись маленько наши старички. Вот. Покушали. Пельмешки Матвейны всем понравились. Ну, индюшатина. Вот так вот. Что я в фарш добавляю. То есть, у меня же фарш идет не... Ну, вот. И вчера я разделывала, да, индюков. Туда не белое мясо идет. То есть, ноги я обрезаю отдельно. Складываю. Бедрышки отдельно. Крылышки отдельно. А вот сам каркас. Там, ну, такие впадинки есть, что ли, да, в каркасе. Где вот красное такое мясо есть. И вот все вот эти вот впадинки я обрезаю. И это идет в фарш. И плюс идет еще шкурка, да. То есть, я не выбрасываю некоторые. Вот я сколько раз говорила. Кто-то говорит, не, я кожу, мол, выбрасываю. Я не знаю. Мы кожу не выбрасываем. Мы ее вот с этим красным мясом перекручиваем. Пельмени просто прекрасные получаются. А я говорю, так, кожу выкинешь. Это выкинешь килограмма, я не знаю, полтора или два с этого индюка. А все-таки она самая такая жирненькая. А не так поснятина, да, индюшки-то. А если делать фарш из грудки, мне кажется, не так. Это вкусно, как вот с кожицей вот этой вот. Вот. В общем, вкусные пельмени были. Шкуру не выбрасывайте у индюков. Просто ее надо хорошо обработать. Распарить индюка хорошо. Промыть эту кожу надо, да. Выщипать хорошо. Этим газом обработать. Опалить. Вот. И, в общем, надо использовать все. В конце концов, это все вкусно. Вот. Ну, у меня деваша тут пришла. Вот она пришла. Что-то хочет. Что-то она грязная такая. Я ее не стригу последние, наверное, месяца два уже. Решила не стричь, а отращивать на зиму, чтобы ей потеплее было. Вот. А она вот эту всю бороду свою загрязняет. Вот, пока не почешешь, она вот так и будет всякая еда висеть. Вчера она тоже мне помогала индюшков грызть. Разрубала она суповые наборы, когда грудину вот эту вот, там, уголочек-то этот, как он называется, мысок-то такой. Я им, собакам отдавала, просто перерубала и отдавала. Вот они у меня обгрызали вот эти вот мыски. Так что вот вчера, она со вчерашнего дня у меня ходит, надо ее хоть почесать. Вот. Пойду я сейчас ролик снимать. Слушайте, не успеваю ничего. Сами понимаете, сегодня вот опять такой суетной день. Вчера вообще никогда было, позавчера тоже щипали. Поэтому роликов не наснято. Пойду сейчас, буду каталог снимать, следующий номер вам. Поэтому, ну, не знаю, кому интересно, кому не интересно, но, в принципе, в первую часть хорошо посмотрели. Сейчас пойдем полистаем каталог дальше, потому что другую тему пока развить не могу. Были кое-какие наметки, но это все делать надо, это время. У меня у него сейчас уже не хватает, поэтому ролики будут уже конкретные, нормальные ролики. Завтра буду на дела хозяйские. А сегодня вот болталочка с просмотром каталога от Садов России. Так что смотрите, если вам это интересно, что там Сады России нам предлагают в этом году на 23-й год на весну. Да, Фималик? Вон Фималик сидит. Сегодня они с дедом хорошо, колеса поставили, да, Фима тоже помогал. Только что-то на щечке у тебя от колеса до сих пор, по-моему, грязь. Не, не на этой, выше чуть-чуть. Ну, ладно, сейчас в баню пойдешь с Матвеем уже. Вы первые ходите, успеешь вымоешь личико свое. Вот. Наверное, все, друзья. Буду на этом с вами прощаться. Или что, или тортик показать. А давайте тортик сейчас сделаю, покажу вам, какой тортик получился, и тогда попрощаемся. Ага. Сделаем так, да, девасик? Так что сейчас пошла за куржом. Промажу, сейчас я вам покажу, какой торт получился. Так, ну вот. Вот такой вот у нас получился тортик. Это тот самый сметанный торт, который я показывала, рецепт был. Вот. Так что он завтра к Алёше на работу поедет. Сейчас я его поставлю в холодильник пропитываться. Немножко, правда, нынче промазала еще абрикосовым вареницем, чтобы, ну, аромат абрикоса был, чтобы мне захотелось так. Вот. Такие вот дела. Ну, все, друзья. Будем прощаться. Я пошла сейчас в конюшню корови. Управлю ее. И в баньку отдыхать уже надо. Все. Устали. Так что до завтра. Всем всего доброго. Спасибо за поздравления от Алёше. Передаю вам. Вот. Ну, и завтра увидимся. Завтра неделя начинается опять. Ну, у нас неделя все-таки каникулярная у ребятишек у меня. Вот. Ну, а кто на работу, тем хорошо поработать эту неделю, чтобы все было удачно. Успешно. Все. Давайте до завтра. Пока-пока. 3 6 7 7 9